приветствую всех на новом матче с хайлайтами играют фальконы против команды virtus pro надеюсь катка будет весьма сочная и интересная ну и не забывайте поставить палец вверх написать комментарий из семи слов для продвижения видео это в идеале киньте какой-то репостик себе со цены сети чтобы больше людей посмотрели данную запись подвязка полетела подвязывать критом здесь пока фнг фнг планирует фиду нить или нет нет пока пожимает он здесь свои мангусы живет восстанавливает себе чутка потерянных и пешку пока еще без фида но уже один фракции в этом матче успели сделать парни из команды virtus pro вообще в плане игры драфт получается интересные пятки вп показывают на удивление неплохую доту потому что было ощущение чтобы поискатывать тем более учитывая то что не там проект програли паллы команде клим саныч но уже как бы нормал ты все не получается а в центре гонгает малрина и кстати фраг на мидере для команды вп было бы идеально и почти хватает демоджи дотянуться бы до него дына и марлин убивается об крипов при этом сверху тоже происходит агрессия смещать честные кинки я думал тут будет все спокойно но они тут то было с неким запускать станет самоудачно откидывает дэмажом прожигает кири чем падает но смещать союз крутые пошли далее и это будет минусы еще н герой 1 3 на экране x марка уже пошла то пока поймали много кирит еще пытаюсь его немножко позвонить на кресту но больше ничего марки не нажимает кстати в центре там тоже набинают дэмоджа а пока распрыгивается у нас свадикс в дома же даже по маларину и снизу у нас в принципе по товарам пока фармит скитер опять ки плане вот выхода в лейт посмотрим как поиграют потому что в принципе там и там есть неплохой потенциал выйти в лейт но я бы сказал что хороший потенциал подпушить команды вп и медгейминг мощный попытка своровать руну мудрости уменьшается смертью для fng он не перекликал оппонента ну сейчас если повезет будет дэнай о-о-о данной крифы нормально работы это нейтралы фанга хватает от сума но хэпэшки остается у него только лишь на то чтобы подраться и мим вместить в себя у меня даже понять она дабыл кьюз безрабатывает по итогу складе иксый он еще был лешего до этого продает раньше и крить амулы запускается дикей и это 1 7 на экране фигеть команда в п разносит чемпионов дачи вот вещение на верхней линии подъезжают еще и селепортация хвата божан здесь показанные кинга знаки будет выгребать на кинфинус и келинс петлям союша англибл 18 ехала поехала дальше смещаются там пока в сторону критя мы но тут пока вроде как выживая дтпшка обратно вышку как-то он очень странно пешится потому что тут его поймать и могут по идее там пока падает снайкинг у нас около центральной линии ну и опять таки очень мало фрагов делают парни склады falcon и по всем позициям falcon и в этом матче просили кроме рад с того что у амара на 1000 больше нежели у марса ростает фурион с на кинге 5 поставляется десятый фраг готов один 10 офигеть как же они их разносят но не знаю falcon и очень странно катают максимально странно не понимаю что с ними случилось возможно булки подрасслабили после успешной dot dot и на даче смещение может быть выгодный факт нас наконец нападает на амара марта пробили есть по нему там боясь по нему удар пригласили копьем запускает пока свои раскастов очки x марка торрент залетают в сторону краски марса марс и плотность некий ватаре выпал мега килл для складе satp а бар да ладно лол он успел он дочитал телепорт как же ему то повезло и также везет еще и белки здесь он тоже улетает прочь опять файл где убирать только один герой центре фангольера надо убивать не в этом хороший стиль должен быть у меня там 50 и что его взрывает в этот раз наконец-то с ним справляются о на из снизу подъезжает скитер гонгает киритича пошел дпс пускаться станчики ударчики еще ударчики это минут кирите еще пятки почему у нас в этом матче но все 15 минут почти все фраги происходят ну одиночные марс полетел то а готова за свою аренку пригласили попили в это время сны и кинга пошел рассказа золот пункте чтобы марс вас пить распрыгивается банка бывает сны и кинга минус готов торн по двум героям был хороший там еще и был покастован желудь в их лицо раскатывается панга не едет за амаром амар будет жить ну и все опять-таки один враг один герой упал вот еще одна одиночная фит комбинация падает снова лишь один персонаж алё дайте тимфайт а не божи секундочку на помоле но тыс то по нему не самое лучше нажимается торн потому что его не подкидывает и миск миснул кнопками кункевич амар вышел на пару с тиммейтом прыгает например союша у большие проблемы потому что он будет совет на летать и опять таки у нас одиночный фраг но не прикольно конечно что нет кимфайтов но надеюсь что рано или поздно мы с вами дождемся какой-то нормальный махач о вот ума хочу ли что он по показать накатывается штормецкий раз терять свои едет за подальше через файпы под гольер пошел зоне сказки своего оппонента подальше от себя надо быть который шторма на старецкий упрыгивает прочее не это опять у нас одиночный фраг это даже не тимфай дайте пожалуйста хорошую драку прыгаешь армянский напрыгивает пока на ншей на луна пока выскакивает прочь из этого файта хотя парни готовы битву принимать потому что кнопки у них все-таки есть неплохие сныкин пока себе забирает смотрителя под контроль летает у нас марс пригвозил побил уничтожили пока в руках сныкинга это фраг хорошо набивают молно за 100 о нифига себе два героя умирает пати так можно было что ли пробивает молрина марина очень мало маны подвязывают пангольеры тем временем молри пытается отойти но за ним подъезжает погоня бимами есть доминейкин выкирают героя в это время скитер неплохо наваливая дэмажа подлетает дальше литерат еще 1 3 полки для свена вот он долгожданный файт у нас происходит на экране подъезжает амарка родился за фнг и фнг там мансит не развансит повали зомби зомби минус вот так казалось у нас было все классно было все здорово так мады в этом был счет ну типа 1 10 по выдавал счет у нас а тут хобус 9 14 и ультра килл зарабатывает своем верху x mark пошла нападает оба капотов мг я запускает как его карли полетает пока сквозь данный факт откид от зоне не пробили то немного амарова пронажимать свою телепортацию покидает данный fight падает фнг еще один факт а мы успели в пиндуить как мы видим эти молодые люди прикольно получается ну и тут опять у нас фраги врагов немного пойти юлан от марса и он поправляет волны подсунули вот тут но то что пытается на него прыгать еще и малы и потушила бедного марса марса надо бы подсейвить но команда очень далеко поэтому марса шансов уйти не остается просто все толку от этого бедного раз и пилили вот это уже попахивает хорошей дракой вот это попахивает прям фуэтом за рошана подъезжает марса придет дает капюре но пока не нажиму а это бывает пока тут сныкинга изичный фраг зарабатываться десятый фраг нифига себе прикиньте то есть суммарно шеста фрагов для команды в п из них 10 на на лешенке разъезжается по ангеле под на место но есть пока башка у скитера пробивает уроном на кидаю трончика тут по мистер кунка кунка вот тут тоже активизирует бакенбар заканчивается пока башка тем временем у свена на свой полетел своем подлетел запускает в торн шторм очень больная луния луна будет падать куда будет кинуть или не будет луна минус как же он отжирается как же он кида луна не умерла умирает команда поликон и кунка дына конца в крипов переплы уже делают четвертый фраг в этом матче по моему на king опять видит что ли похоже на том смещается кирич под этой линии отпускать своим ухе поэтому кп слетает спрутые удары еще удар минус готов полежно леша даже без топора поэтому из спрутов он не выбирается не топора не просто по потянут из подъезжает опережение подокрывая там кунку кунка нажимает бкб чтобы выживать в агрессии марса ну и кунка будет жить но бкб в кулдаун и вышка минус не ну кайфово как-то эти молодые люди тут ничего не скажу распрыгивается стромецкого когда подновали бы деманжа по сквозь данный файтер распрыгивая дальше деманжом набивает фнг фнг отпал в таверну а5 но конечно у покидывал еще далек от того чтобы догнать парня на лешем луна кстати теряет пока тут аегис очень плохая позиция драки под турментром лучше бы с нее уйти как можно скорее но пошел раскатку дпс разъезжает пангальер наваливает кубик деманжа падает снова на стейкинг но и крен с ним это для него уже далеко не первая смерть но вот то что падает скит это весьма печально и все-таки тут неплохо смогли посражаться парни с команды вп главное отойти и больше никого не терять амар зефакер очень небезопасно перемещается на мара уже напрыгивают амара уже лут это мара уже душат и просто пять стволов победному кунке вошло опять одиночный фраг вытирается база подъезжает свэн уже все живы у команды палькон смотрим байбеки байбеки это максимально важно их ровно ноль у команды пальком поэтому все может быть очень даже печально для них в этом файте подъезжает свиньях и демонтируют тамбу тамбу не снес лучше уходить бкб заканчивается снова падает с нейкинг тринадцатая смерть пошла для этого парня распрыгивает под галет прямиком под трон оппонента пытается поиграть на гарпуне здесь свэн но его кондрят его дуу сядь его убивают это минус подлетает дэм может накрывать там еще хиксом парнишу на шторме штормец пока в юла живет прыгает обратно под свой фонтан x марка полетела x марка у нас кастово было сейчас на марс она ничего страшного падает критя была без байбека и только два героя на дефе у команды фальком подъезжают что армянские стягивает агонимом всех под себя подъезжает пункт а есть от него 1 к 100 . пытается бить хотя бы фнг но и пнг просто волной снесло и пнг нам сообщает то что он ненавидит жизни логично это зомби кстати опять у нас матч может быть где будут мега крипы почти в каждом матче что я сегодня смотрел были мега крипы созданные что же такое почему постоянно мега-мега-мега-мега крипчики у нас в матчах делаются я думаю что букмекеры уже даже стапу не принимают на такое событие потому что раньше можно было ставить на кеп такой три наверно был кеп на мега крипом сейчас мега крипы просто в каждой катке просто постоянно происходит наваливают дэмж под шторма штатмецкий в юлах пока живет кунка же на телефон было бы неплохо сбить тп шкул лол как он ушел просто в толпе держит кунка дает тп и уходит выживает ггвп первая карта за командой вертус про хороши хороши фальконе все-таки очень мощная команда террин команда как ни крути которая взяла прошлый крупный турнир а тут хоба и буквально не забирают карту ну вот такая получилась кайфовая первая карта где вторая карта будет не хуже мы